Всем привет! Давно я ничего не снимал, тут решил вот снять такой небольшой обзорчик на свою, ну относительно новую пилу. В начале года ее купил, не знаю, попробую вот на телефоне смонтировать, если получится, так выложу этот ролик. Ну вообще, скажем так, к фирме Дека у меня такое предвзятое, конечно, отношение, скажем так, никогда я особо этой фирме не доверял, особенно вот знаете, вот который желтый инструмент, так там вообще как бы такой он. А тут еще зимой решил взять себе такую пилу цепную, ну знаете вот, как они называются, сучка реза или еще что-то такое, ну скажем так, где-то какой-то небольшой ствол отпилить, какой-нибудь кусочек выпилить, ну в саду там дерево засохшее выпилить. Ну короче говоря, не полноценная циркулярная пила, вот именно что-то такое маленькое, компактное, одноручное, ну короче говоря, вот такого формата. Начал их искать, выбирать, какие бывают, хотел вообще самую дешевую какую-нибудь купить, там тысячи за две, у которых еще и аккумулятор так вставляется. Потом начал дальше смотреть, там 18-ти вольтовые пошли, думал, деку лучше, наверное, 18-ти вольтовую брать, потому что помощнее будет мотор. Ну и так выбирал, выбирал, и в конце концов нарвался вот на эту Дека. Во всех инструментах она стоила, короче, 7 тысяч рублей, ну вроде бы уже как бы побольше, чем другие пилы. Зашел на Озон, ну просто набрал эту пилу, мне Озон выскочил, на Озоне 5 тысяч она стоит. 5 тысяч, да плюс еще два аккумулятора по 4 ампера. Ну хотя Дека, конечно, может завышать очень сильно эти параметры. Там, ну я смотрел, знаете, канал Ящик с инструментами, там человек тестирует всякие вот эти вот аккумуляторы, шоуповерты. И у него на тесте этот аккумулятор, конечно, емкость показала раза в два меньше, чем заявлено. Но я все равно решил попробовать, потому что там другие пилы, которые стоили в пределах 5 тысяч, ну там все равно аккумуляторы были по 2 ампера максимум, то есть как бы чтобы 4 там и не шло. А самое главное, там везде идет щеточный двигатель, а здесь идет бесщеточный двигатель, что уже как бы тоже отличает. И плюс тут шина идет 20 сантиметров, то есть довольно-таки длинная. Длинная и узкая. У других, я смотрел, они такие какие-то широкие и так вот быстро так закругляются. Ну там, грубо говоря, совсем ничего. Также у нее масленка есть, но она не автоматическая, дольше надо вот так вот нажимать, подкачивать. И она вот здесь видно будет, масло будет сверху выступать, если долго качать. Я думаю, видно, да? Вон оно. Вот в этом месте начал масло выступать. Да, вот в комплекте идет ящик, но ящик, если честно... Вон масло осталось. Но ящик почему-то они решили сделать квадратный, и чтобы его, грубо говоря, чтобы пилу сюда засунуть, надо и цепь снять, и плюс еще вот этот кожух защитный, а он с пружинкой. И там пружинку надо ее завладить. Короче говоря, каждый раз разбирать не будешь, и положить ящик не получится. Ну, как-то, мне кажется, непродуманно они это сделали. Что интересно, когда ящик открываешь, он пахнет не китайским вот этим пластиком угольным, а пахнет каким-то шампунем. Вот знаете, как вот у кого дремель есть, вот когда дремель новый берешь, он каким-то отдушкой какой-то пахнет, знаете, пластиком, как будто шампунем добавили. Вот здесь то же самое, что удивляет. Вообще, если честно, по качеству, вот так вот если посмотреть, я даже удивлен. Я думал, что за 5000 рублей, да еще дека, оно будет какой-нибудь, знаете, ну такой дешманский Китай чистый. А он сделан довольно-таки, ну, красиво. Как бы и отливки такие хорошие, и пластик такое, ощущение, что он качественный, такой нормальный. Не дешманский, по крайней мере. Ну, в комплекте идет вот такая зарядка, конечно, это вот, наверное, точно на чем главное сэкономили, потому что она пустая, и мне кажется, что здесь напрямую просто в розетку втыкается, ощущение такое, по крайней мере. Так, ну, аккумулятор А2, как я уже сказал. Кожух вот этого нету, я сам сделал из фанеры. Инструкция. Тоже странно, она на глянцевой бумаге напечатана, а не это, а не как обычно у китайцев, знаете, просто какая-то фигня бумажная, одна страничка. Вообще, такое ощущение, что это такой нормальный инструмент на самом деле, а не дешман. Она даже пахнет тоже шампунем. Вот это я уже отдельно купил. А, да, еще вот скажу. Самое неудобное, мне кажется, в этой пиле, это натяжка цепи. Она вот осуществляет, вот видите, вот опилками, как забито вот это место. Сейчас. То есть, приходится вот так вот это место очищать. И там в углублении шестигранник очень маленький. И вот этим ключиком, в этом углублении приходится натягивать цепь. Ну, такое решение, не очень хорошее, на мой взгляд. Так, родная цепь. Многие там писали, что какая-то она нестандартная, ширина у нее, толщина нестандартная. Но на самом деле, обычная цепь идет. Бумажку я уже выбросил, с названием ее. Но сейчас вот купил в Китае, заказал три цепи там, одним пакетом, и шина идет. Шина точно такая же, как вот на этой пиле. Вот такие цепи идут. Сейчас, не знаю. Ну, там в комплекте шла вот эта же фирма. Только оранжевая упаковка была, а не этого цвета. И вот если будет видно, вот сейчас покажу. Вот видите, вот она. Мини, 8 дюймов, шаг 1.4, и толщина паза 0.43. Вот эта цепь, которая идет сюда. Стандартная, по-моему, идет 46 зубов, а эта 45. То есть на один зуб меньше, но натяжка цепит, она довольно-таки длинная. И она позволяет как в минус, так и в плюс как бы один зуб сделать. То есть вот эту цепь, 45 зубов, ее сюда можно спокойно ставить. Я ставил, точно так же пилит, все нормально. Единственная родная цепь, мне кажется, качеством получше была. Вот эта вот, которая в черно-желтой упаковке была. Вот здесь, да, там не там открытая была. Вот эта вот. Здесь как-то, ну, не знаю, скажем, заусенец какой-то он не так не нравится. Мне кажется, качество цепи самой, оно более сыровато что ли. Хотя, фиг его знает, надо будет пробовать пилить. Я немножко пилил. Сейчас покажу. То есть это вот китайская, ну, как китайская, та тоже получается, этой же фирмы. Они все китайские. Ну, так-то вроде бы заточено, конечно. Где-то, вот видите, вот есть такой заусенец нехороший, мне кажется. Как будто мягковат металл. Видите, он такой отблеск дает. Ну, видно будет, короче. Ну, и, конечно, наверное, ожидать, что эта пила будет прям как полноценная, здоровенная пила, наверное, не стоит. Потому что здесь все-таки моторчик очень маленький. Но сразу скажу, что на удивление она тянет очень хорошо. То есть, вот пока она не нагреется, пока вот защиту не будет уходить, вот ее, скажем так, заглушить очень сложно. Может быть, за счет оборотов она пилит довольно-таки так медленно. Ну, не как, скажем, бензопила. Крутится помедленнее. Зато ее сложнее задавить. Она как бы тянет и тянет. Вот когда аккумулятор высадишь один, мотор нагреется, тогда да, она начинает в защиту уходить. Ну, и тут, короче, сейчас поеду, вербы напилю. Там у нас вдоль дороги верба нападала. Ну, вот такая вот, грубо говоря. Я ее потихоньку пилю. Так что поеду, тоже сейчас попилю. Правда, сейчас дождь идет на улице. Так что пилить буду под дождем, в основном, наверное. Ну, и вот такая вот верба. Сейчас попробую ее попилить. Правда, сейчас сегодня дождик идет. Ну, и цепочка у меня не новая. Я ее уже, в принципе, пилил довольно-таки много. Но, тем не менее. Ну, я так потихоньку сейчас сначала все вот эти ветки отпилю. Уже там попилил немножко. Вот сейчас разогребу сначала основные ветки, мелкие, а потом уже буду ствол пилить. Так, дождик пошел сильнее. В аккумулятор я один высадил наполовину, напилил, верхушку всю спилил, то есть, как бы, больше верхушки нет. Ну, давайте попилим. Отключается сама пива, потому что уже нагрелась, пока пилил. Это, грубо говоря, тепловая защита включается. Не слишком длинная. Как-то она. КОНЕЦ КОНЕЦ Ладно. Сейчас я немножко подожду, и дождик прекратится, и это... Аккумулятор поменяю, пила остынет. Ну, дождик немножко успокоился, пила, правда, не очень хорошо остыла, все равно защита включается. Аккумулятор я свежий поставил. Тут залез наверх, чтобы верхний ствол отпилить. Защита, видите, включается от нагрева. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok